Алла Кошлер работает в больнице более 35 лет, почти с момента ее постройки. Лично знакома практически с каждым пациентом. На ее глазах больница преображается. В старом здании было, конечно, не очень удобно работать, потому что у нас появляются новые доктора, мало помещений было. Мы очень надеемся, что у нас будет все прекрасно, будет новое оборудование, больница преобразится, и будет комфортно жителям поселка, и нам, как сотрудникам, будет комфортно и уютно работать. Больницу в поселке ввели в эксплуатацию в 1983 году. Капитальный ремонт здесь не проводился. Несмотря на работы, медучреждение продолжает принимать пациентов. Мы оказываем первичную помощь в поликлиническом отделении, в стационарных отделениях. Функционируют все службы в больнице, начиная от лаборатории, неврологического, хирургического, терапевтических отделений, гинекологического отделения. Врачи работают, врачи стараются для того, чтобы жителям Роздольнинского района оказывалась медицинская помощь. Работы ведутся в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения». Всего Роздольнинскому району по ней выделено более миллиарда рублей. На эти деньги больницу отремонтируют, оснастят новым оборудованием, а также построят 20 фапов. Помимо капитального ремонта самого здания будет проведено благоустройство прилегающей территории, а именно установка зеленых насаждений, скамеек и урн, что значительно украсит внешний вид Роздольнинской районной больницы. Общая площадь здания – более 7 тысяч квадратных метров. Сейчас идет ремонт половины пятиэтажного корпуса. В марте работы начнутся во второй части, а принимать пациентов будут в отремонтированном отделении. Нареканий к подрядчику нет. «Объекты задействованы 54 человека и две единицы техники. Работа уже на эту половину здания близится к концу, ближе к финишу. Ждем двери, чтобы итогово с пятого этажа спускаться. В график укладываемся». Контракт заключен на два года. Дауд Чахалов, Алиса Мединов, телеканал «Миллет», Роздольнинский район.